Между прочим, перевод на русский язык Disco Elysium — одно из лучших ролевых игр последних лет — всё-таки будет, и будет явно весьма качественным. За это самое качество на позиции главного редактора отвечает Александра Голубева, работавшая в студии iSpeak Lodge и написавшая несколько книг. Даты релиза у локализации пока нет, но следить за процессом можно через официальный сайт, ссылка на который есть внизу. Сегодня четверг, 21 мая 2020 года, и вы смотрите главные новости игр последних дней от GSTV. В феврале мы говорили, что у третьей части культовой System Shock большие проблемы. Когда провалился кооперативный шутер Overkill's The Walking Dead, шведское издательство Starbreeze было вынуждено расторгнуть договор со студией Other Side Entertainment авторами System Shock 3, из-за чего те, соответственно, лишились финансирования. Уоррен Спектор утверждал, что в проекте заинтересовано несколько других компаний, и найти новый источник денег будет совсем нетрудно. Но по факту все издатели от игры отказались, ввиду наличия ощутимых производственных проблем и неэффективного распределения ресурсов. Но теперь можно сказать, что дела с финансированием у System Shock 3 решились, благодаря китайскому холдингу Tencent, о чём представители Other Side объявили официально. Только вот они никак не пояснили, что это значит на практике — китайский гигант выступает просто инвестором и издателем, или в принципе выкупил все права на проект. Второй вариант, заметим, значительно более вероятен, потому что домены уже перешли в собственность Tencent. Между тем, Кру Тим завершает разработку Serious Sam 4. Игра поступит в продажу уже в августе, о чём авторы радостно объявили при помощи небольшого трейлера. Действо они описывают так. Человечество находится в осаде. Орды Ментелла распространяются по всему миру, уничтожая остатки сломленной и разбитой цивилизации. Последнее препятствие на пути захватчиков — армия обороны Земли, возглавляемая Сэмом Стоуном по прозвищу Крутой Сэм и его вооружённым до зубов отрядом солдат. Под отрядом понимаются три других героя, которые подключаются к Сэму в кооперативном режиме. Вместе с друзьями можно проходить и сюжетку, и побочные задания. С точки зрения сюжета, это приквел. Разработчики обещают обновлённый арсенал и огромное количество противников. Кого-то из них мы с вами уже видели в предыдущих частях серии, а с кем-то предстоит познакомиться впервые. Кстати, одновременно выяснилось, что у игры больше нет подзаголовка Planet Badass. Теперь это просто Serious Sam 4. Если кому интересно, за предзаказ дадут скин для оружия в стиле автомата Томпсона, а покупка делюкса здания откроет доступ к картбуку и саундтреку. Издательство THQ Nordic, судя по всему, начнёт гораздо чаще выпускать высокобюджетные игры класса ААА. По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из последнего финансового отчёта. Один из таких проектов, очевидно, речь идёт о Biomutant, доберётся до релиза до 31 марта 2021 года, и дальше это будет уже ежегодной закономерностью. Последней ААА-игрой, если вы забыли, у THQ Nordic была Metro Exodus. Также до марта 2021-го выйдут Chorus, Desperados 3, ремейк Destroy All Humans, MotoGP 20, RAID 4 и Wasteland 3. Вовсю ведётся разработка новой Saints Row, она увидит свет в промежутке между 1 апреля 2021 года и 31 марта 2022 года. Всего, кстати, у THQ Nordic находится в производстве 118 игр. 69 из них не анонсированы, и масштабы планируется только увеличивать. Компания выделила 151 миллион долларов на приобретение новых студий. Кроме того, генеральный директор подчеркнул переход к приоритету качества прежде всего, с целью обеспечить лучшие игры, сделать счастливее клиентов, а также предоставить более высокую окупаемость инвестиций для инвесторов. И ещё отмечено, что продажи SnowRunner превзошли все ожидания. За три недели реализовано около миллиона копий. Для Total War Warhammer 2 вышло дополнение The Warden and the Paunch, которое примечательно тем, что добавляет в игру персонажа, вдохновлённого Генри Кевиллом. Ранее актёр признавался, что ему нравится серия Total War, и фанаты шутили, что он обязательно должен в ней появиться. Идды шутились. Сам аддон посвящён двум новым лордам — враждующим между собой высшему эльфу Эльториону Мрачному Лику и зеленокожему Грому Пузану. Эльторион командует воинами Иврессы, а под началом Грома сражается племя Ломаных Топоров. Platinum Games выпустила на PC, PS4 и Switch аркаду The Wonderful 101. Это экспериментальный битэмап, где вы ведёте в бой сразу сотню супергероев. Оригинал появился на Wii U ещё в 2013 году. А тайландская URNIC Studio, в свою очередь, отправила в продажу изометрическую головоломку с перемоткой времени — таймлай. События разворачиваются в мире, где время непредсказуемо течёт и убывает. Нам достается роль загадочной девушки, которая может видеть прошлое и будущее, и на пару с мистической кошкой пытается оттуда выбраться. Ключевая особенность таймлай — способность, предполагающая прыжки вперёд и назад во времени. То есть эта механика позволяет решать головоломки и избегать столкновений с врагами. Следующий ролевой проект Inxile Entertainment, полноценная разработка которого стартует после выхода Wasteland 3, будет сделан на движке Unreal Engine 5. Об этом сообщили официальный твиттер-аккаунт студии и руководитель Inxile Брайан Фарго. О сути проекта Фарго ничего не рассказал, хотя технологическая демка Unreal Engine 5 фокусировалась на графике, это, чтобы вы понимали, совсем не означает, что сама игра получит картинку сопоставимого уровня качества. Появился инсейд, что Diablo 4 выйдет гораздо раньше, чем мы думаем. Автор слуха, близкий к разработчикам, утверждает, что разработка игры почти завершена и что-то запросто может произойти до конца года. Это не обязательно премьера, а, возможно, закрытое бета-тестирование. Представители Skybound уточнили, что пятый сезон «Ходячих мертвецов» не находится в разработке. Дело в том, что в конце прошлой недели появился слух о готовке переиздания Tales from the Borderlands и планах Telltale Games и Skybound относительно продолжения The Walking Dead. Но Skybound наличие проекта твердо опровергает. Однако инсейдер все-таки конкретно про пятый сезон и не говорил, у него речь шла просто о новой игре во франшизе, поэтому вполне возможно, что что-то Telltale Games таки готовит. Основатели Rockstar Games, братья Дэн и Сэм Хаузеры, вновь попали в список самых богатых подданных Великобритании. А это значит, что их кошельки особо не похудели, когда Epic Games начала раздавать Grand Theft Auto V бесплатно. Журнал The Sunday Times отдал братьям Хаузерам 418 место в ежегодном списке из тысячи богатейших жителей родины футбола. За год Дэн и Сэм смогли обогатиться на 10 миллионов фунтов и подняться на 13 позиций. На данный момент состояние Хаузеров оценивается в 310 миллионов фунтов. Тираж GTA V уже превысил 130 миллионов копий, а Red Dead Redemption 2 — 21 миллион копий. Издательство Tukey Games анонсировало сборник Mafia Trilogy. Как и предполагалось, в него войдут ремейк первой части серии, ремастер второй и Mafia 3 со всеми выходившими дополнениями. Первую часть студия Hangar 13 переделала с нуля — это именно полноценный ремейк, а не ремастер, с новыми механиками, сюжетными поворотами, диалогами и поездками на мотоциклах. Соответственно, ассеты созданы с нуля, звук перезаписан, кинематографические сцены переделаны, мир будет ощутимо больше оригинального. Некоторые темы и персонажи, которые в оригинале 2002 года играли небольшую роль, будут углублены и лучше проработаны. Игровой процесс покажут на мероприятии PC Gaming Show, которое состоится 6 июня. Самое интересное, конечно, в том, как поступит кампания с расширением этого самого сюжета, потому что первая «Мафия» была совсем не политкорректной и рассказывала исключительно про белых мужиков. Очень вероятно, что это главная причина, по которой и пришлось расширять историю. А что касается сиквела, то это просто графически улучшенная версия с поддержкой разрешений вплоть до 4К. В издание входят все DLC, как и в случае с «Мафия 3». Если у вас есть «Мафия 2» в Стиме или «Мафия 3» в Стиме на PS4 или Xbox One, то обновиться до Definitive Edition вы сможете бесплатно. Обе уже доступны как для покупки отдельно, так и в составе сборника. А релиз именно ремейка первой части запланирован на 28 августа. Это всё, собственно, подтверждает, что у 2K Games есть намерение выпустить четвёртую часть франшизы, про которую уже давно появляются слухи.